В условиях пандемии транспорт – это место повышенной опасности. Ежедневно в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах едут сотни людей. Поэтому и меры профилактики для транспорта особые. Рекомендации для коммерческих перевозчиков и муниципального транспорта разработаны Роспотребнадзором еще в самом начале кампании по профилактике распространения вируса COVID-19. Рекомендации незамысловатые, тщательный контроль уборки салонов, их дезинфекция и соблюдение личных мер предосторожности персоналом, водителями и кондукторами. Согласно этим рекомендациям, водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в три часа. Дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами для салонов. И если муниципальный транспорт дезинфицируют и убирают после каждого рейса на конечных станциях, то водители маршруток делают это самостоятельно. Чтобы проконтролировать, насколько рекомендации соблюдаются, администрация города совместно с госавтоинспекцией проводит регулярные рейды. Мы проверяем работу водителей и кондукторов в масках, чистоту салона, наполняемость салона, также наличие дезинфицированных средств. Все это делается в целях профилактики распространения коронавируса, инфекции и других заболеваний. Большинство проверяемых водителей осознанно подходят к вопросу и не пренебрегают профилактическими мерами. Как сказали, полный салон посидящий, 5 человек стоит. А маску зачем вам и еще какие мероприятия осторожности используете? Перчатки, чтобы не заразиться, прем. Регулярные рейды в различных частях города пока радуют результатами. В общественном транспорте созданы все условия для безопасной перевозки пассажиров. Мы уже на протяжении двух недель проводим такие рейды. Уже ситуация намного сейчас лучше. Основные такие нарушения – это без маски некоторые водители работают. Но их количество не такое уж и большое на данный момент. Всем перевозчикам мы направляем давление по результатам проверки. Принимаются меры. В конце марта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Рязани сократили количество маршруток. Такое решение губернатор региона Николай Любимов принял на рабочей встрече со своим заместителем Евгением Бельнецким. Восемь коммерческих маршрутов временно совсем прекратили работу с понедельника 30 марта. Однако люди в социальных сетях начали жаловаться на острую нехватку транспорта. Допустим, вчера поступило сообщение о переполненной 99 маршрутке. Соблюдать безопасную дистанцию в таких условиях невозможно. Эту ситуацию разобрали и проанализировали в управлении транспорта. Мы мониторим соцсети, видели данную информацию. Это был единичный случай. У нас сотрудники вчера мониторили как раз на остановках и проанализировали данную ситуацию. Этот один рейс был, где был заполнен салон. Но мы с перевозчиками проработали этот вопрос, увеличили автобусы на линии. Вот сегодня пока что мы не зафиксировали. У нас также сотрудники стоят на радиоакадемии. На конечной остановке у Зелегроса проводим инструктаж с водителями. Пока что сегодня все хорошо по наполняемости. Мониторинг пассажиропотока и потребностей людей в транспорте стал основанием для увеличения количества машин по некоторым направлениям. Маршрут номер 99 7 апреля возобновил работу в полном объеме, как и 71 маршрут. Маршрут номер 33 возобновил работу на 50%. Количество троллейбусов маршрута номер 1 увеличили на 2 единицы. С 8 апреля в Рязани еще на трех маршрутах увеличили количество машин. На маршруте 85 до 75%. Возобновил работу маршрут номер 59. Вышли 2 единицы техники. Количество автобусов номер 6 по маршруту улицы Новоселов 60, микрорайон Братиславский увеличили на единицу.